Они гоняют мяч, стреляют, плавают, играют в шахматы. Они не обязательно олимпийские чемпионы, но участники проекта – герои с нашего двора. Обычные барнаульцы, увлеченные спортом, лица которых размещены на билбордах края. И это действительно большое и по-настоящему доброе дело – показать детям, что фотографии любого из них может стать украшением города, а заслуги – состоянием региона. Проект «Герои с нашего двора» в Алтайском крае уже пять лет. Юные гимнасты, каратисты, баскетболисты – плакаты с ними появились еще в 2018-м. Так организаторы планировали вдохновить других детей идти в спорт. И свою цель они выполнили. У меня есть совершенно четкая статистика по нашему региону, по Новосибирской области. У нас за эти пять лет посещаемость детских спортивных секций выросла на 32%. Более 70 тысяч детей пришли к плюсам заниматься спортом, физкультурой, быть более здоровыми, что самое главное. Когда-то новосибирский проект разросся на 31 регион. В нем участвуют 20 тысяч детей. И Алтайский край – второй по масштабу реализации. Более трех тысяч человек приняло участие. Более двух тысяч билбордов украсили наш регион. План на дальнейшее развитие – это, конечно, масштабировать проект. И в новых уголках открывать новых героев. Сейчас только совсем недавно провели финал, первый финал баскетбола 3х3 в Перми. И был ролик подготовлен. Вы знаете, какой был крик и восторг ребят, когда они себя увидели вот в этом ролике. Почему у нас телевидение, оно на всем хочет зарабатывать, но не хочет заниматься, как вы говорите, популяризацией. Сделать ребенка счастливым, успешным, здоровым, амбициозным, мне кажется, это задача всего общества и всей страны. Сейчас проект развивается и рассказывает о достижениях не только молодых спортсменов, но и о героях из других сфер. Творческие коллективы, мамы и папы, герои поколений, люди с ограниченными возможностями. И цель организаторов – расширять географию проекта уже за территорию России. Мария Мацева, Дмитрий Денисов. День с толком. Мария Мацева, Дмитрий Денисов. День с толком.